Всем бонжур из Куала Лумпура! Я в Малайзии, и сейчас 10 утра, я уже вся мокрая, здесь очень жарко, очень влажно, замотала волосы, потому что нереально ходить с распущенными, и иду по парку Кэл-Хи-Хи, в Куала Лумпур-Сити-Центре, и думаю, чем себя занять. Саша уехал во Вьетнам на несколько дней, поэтому целый день я проведу здесь одна, и по его рекомендации я пойду в одно интересное место, надеюсь, оно меня впечатлит, но сейчас единственное, о чем я думаю, это о кофе и о завтраке. Рано утром, мне обычно прямо в остановке, ой боже, готовить женщин на завтраке. Хоть здесь и мега жарко, но отрицать, что здесь очень красиво, я просто не могу. Мне кажется, визитная карточка этого парка, это вот эти деревья с нереальными корнями, их здесь очень много, смотрится будто бы в джунглях. Самое смешное, это то, что наш отель был, в котором мы раньше жили, совсем рядышком с вот этим парком, то есть вот это здание, которое за деревьями, но мы так ни разу и не сходили сюда, и вчера я впервые решила в разведку проверить вообще, что здесь происходит. Так смешно, что парень смотрел, я аж смутилась с непривычки, когда снимаю, и на это обращают внимание люди. Ну и короче, к чему я вела, что вчера сходила в разведку в этот парк, он мне понравился, особенно в тенечке. Там вообще идеально, и задалась идея сделать пикничок, хоть и маленький, может пообедаю здесь или позавтракаю, ну то есть не чтобы в ресторане сидеть, а выйти сюда. Вы только посмотрите на эти деревья, они нереальные. И вот так вот мы смотрим, выходим из джунглей и оказываемся в цивилизации. На одной из главных площадей Куала-Лумпура, в самый центр города, башни-близнецы внизу, а это играющий фонтан. Фонтан огромнейший. Я только что нашла особый вид кайфа, это когда поднимаются струи высоко, от них летят брызги и очень освежают, а это, поверьте мне, очень важно в Малайзии, потому что здесь можно закипеть. Смотрится клёво даже без цветового шоу, а просто. По поводу коронавирусных ограничений, здесь обязательное ношение маски в зданиях, то есть торговый центр, отель, ну кафе-ресторан-исключение, там никто не надевает маски. Но, тем не менее, она всегда должна лежать в сумочке. И чтобы зайти в торговый центр, и иногда ещё в некоторых местах, проверяют приложение, которое я скачала ещё по прилёте сюда, это обязательно, потому что если бы его бы и не было, если бы я не зарегистрировалась, то нас бы и не пропустили бы в страну. Я вставлю где-то сейчас иконочку, как выглядит приложение. Кстати, только что охранник просто пропустил меня в общении, слова ничего не сказал, просто hello, даже не попросил показать вот это приложение. Поэтому это похоже на украинскую Дию, вот то же самое. Кстати, то, что касается ещё дистанции, соблюдать дистанции здесь её никто не соблюдает. Зайдусь сейчас в этот магазин, посмотрю, какой у них ассортимент, и есть ли что-то готовое, какие-то сеты. Ну вот, вот такие есть стенды с японскими сушами. Сколько они стоят? 17,90. Это первые попавшиеся в руку. Но в другом магазине мне они показались покрасивее. О, боже мой, что это у них зарело. Чтобы найти здесь что-то необычное по продуктам, это надо поискать, потому что здесь очень много импортированных продуктов. Я ожидала, кстати, большего разнообразия разных снеков, разных вкусняшек. Кстати, вот из необычного это дуриан. Я попробовала пироженку, и мне не понравилось, из-за этого мы решили не заказывать, ну, настоящий дуриан свежий. Ну, хотя, что считать необычным на самом-то деле. Да, есть какие-то эксклюзивные вкусы, там, мачо и так далее. Лапша это классика. Я одну даже с собой взяла, но здесь нету этого бренда, чтобы уже попробовать в Черногории. Короче, можете посмеяться, я купила только воду, и сейчас найду еду в другом месте. На втором этаже есть огромнейший фудкорт, и здесь я точно себе что-то найду. То есть здесь выбор, ну, нереально большой. Ну, там просто не видно, там все рестораны. Я остановилась на этом месте. Мы уже здесь были вместе с Сашей, заказала вот это блюдо. Очень клево, кстати, что они сделали вот такую визуализацию, и понятно, как это будет выглядеть. Станки. В парке есть вот такие беседки, и я решила вот именно здесь остановиться на свой завтрак и обед. Что входит в меню, которое я приобрела, это жареные пельмешки. Какие-то соусы. Это супчик по типу куриного бульона с водорослями, очень вкусный, легкий. Это я не знаю, что это, скорее всего, соус. И главное блюдо из меню это курица с рисом. Сейчас покажу вам. Да, я не ошиблась. Это соус карри. И мы вот так вот все поливаем. Это горка риса, покрыта омлетиком. Польем, и будет мега вкусно. Еще, кстати, забыла сказать, что входит обида. И все это обошлось в 20 ринггит. У меня даже настроение поднялось вкусненько. Здесь классно, что вот эта пушка, она же получается по типу в кляре или в чем-то пустящем. Еще плюс карри соус, и это просто... Это острый соус, который тоже добавили в меню. И мы делаем вот так вот, и наслаждаемся. И вот супчик. Мы только что познакомились, ко мне подошла эта малышка, и мы так клево общаемся. И да, мы общаемся на английском, и это самое идеальное. Учите английский. Это малышка собирает к себе всех людей, просто все почему-то хотят с ней общаться. Она такая милая, там фоточку попросить сделать, еще что-то. Она, кстати, очень хорошо говорит на английском, и мне реально приятно, вот что в такой день, когда я оказалась здесь одна, появилась такая милая компания. Мы с Джим зашли в книжный магазин, и посмотрите, какие книги я нашла. Нечто. Мы только что попрощались с Джимой, и это так мило было. Мы, получается, были в книжном магазине, и она незаметно купила резиночку мне. Это такая мелочь, но так приятно. И типа говорит, чтобы ты думала обо мне, а там вот это все, что рада познакомиться. Ну, прям как-то... Ну, и сейчас я уже иду в океанариум. Его еще найти надо, конечно. Я еще вчера думала сходить, но просто у меня настолько не было настроения и хорошего состояния, что я решила, даже рыбки мне не поднимут настроение, а хочется впечатлиться и получить хорошую энергию, хорошие эмоции. Поэтому настал тот час. О, неужели я сразу нашла аквария? Такое может быть? Как говорится, язык до Киева доведет. Здесь настолько много всяких коридоров и путей, что я все-таки чуть запуталась. Но ничего, даже охранники на ломаном английском не объяснили, как добраться. Вот как бы добрались. Идем! Здесь, наверное, я смогу купить билеты. Сейчас проверим. Мы можем видеть, вот цена за взрослые 75 нам еще в зависимости от дней. Я потом переведу, сколько вот здесь вот где-то. Напишу, сколько это будет стоить в гривнах или в евро. Ух ты! Можно без проблем оплатить картой. И что время настало погрузиться в подводную сказку. Что здесь у нас? Что-то они настящие или нет? Мне, походу, искусственные. Они не закрывают рот. Рассматриваю и не понимаю, почему-то реально он такой большой. Рыбок мало. Но, оказывается, здесь есть приятель. Моя ж ты радость. Мне когда-то посчастливилось увидеть такого ската в его обычной среде обитания в Египте. Ну, вот прям точно-точно такого уже с синими точечками. При том, что я прошла еще совсем маленькую часть, я уже могу рекомендовать. Реально очень позитивные эмоции и антураж. Здесь все сделано очень клево. Аквариумы чистые. Видно клево рыбок. Также вот эта вся декорация морская очень дополняет место. Смотрите, Nemo. Продолжение следует... Продолжение следует... Я подумала, что это уже конец туннеля и проходила его несколько раз. Но, оказывается, путь ведет дальше. Стекло уменьшает рыб на 30%. И в реальности они гораздо больше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ощущение, будто бы мы с одного космического корабля просто перебираемся во второй космический корабль. Супер. То есть это медузы, которые всегда верх ногами. Очень клевое решение сделать такой свет. Конечно же, по классике жанра сувенирная лавка. Вышла с океаналиума. Мои эмоции, конечно, очень милые. Каждый раз, когда попадаю в такое место, то есть зоопарк или все, что я снимала ранее в предыдущих влогах, вызывает у меня настоящую искреннюю детскую радость. У меня уже садится телефон. Сейчас постараюсь побыстрее добраться до отеля. По сути, это недолго. Просто думаю, что телефон все-таки вырубится. Я уже выселилась со своего номера. Буду в лобби ждать нашего приятеля Джея. Он должен будет меня забрать в аэропорт. Сегодня я уже возвращаюсь в Черногорию.